Мы пытаемся обсудить проблему дауншифтинга в современной России. Что это такое? Это состоит в том, что некоторые люди... В современной России? Ну, в России. Можно обсудить ее, конечно, и в мире. Давайте в мире обсудим. Есть ли специфика всей России и мира? Есть. Одна маленькая специфика, не очень существенная, но есть. Сейчас я об этом скажу. Значит, что такое дауншифтинг? Дауншифтинг, когда человек отказывается от карьеры, от работы и от всевозможных перспектив, и вместо этого выбирает спокойную жизнь. Отказывается от социальной жизни? Не обязательно. От участия в социальной жизни? В том числе и социальной, но как в какой-то жизни. Классический пример дауншифтинга... Кидает солнце, как таково. Ну, не знаю. Классический пример дауншифтинга – человек занимался бизнесом, скопил денег, уехал в Таиланд, там жить можно дешево, и там спокойно живет, не занимаясь бизнесом и ожидая какие-то деньги. Варианты его различные. Бывает это просто семья врачей в Москве, которая берет, у них есть квартира, они эту квартиру сдают, так за пятьдесят рублей. А в Таиланде за такие деньги можно жить совершенно образом замечательно. Уезжают в Таиланд, и там спокойно живут, сдавая квартиру в Москве, кому-то приезжают. Вот что здесь характерно в моем примере? В том, что это семья врачей. То есть, безусловно, для общества, они не просто такие там предприниматели, для общества их специальность и квалификация является, безусловно, обосредованным. Просто есть люди, которые от них зависят, от их умений, от чего-то, они могут спасать жизнь, тем не менее они набирают вот такую спокойную жизнь, спокойную жизнь с дауншифтером в Таиланде. Некоторые люди живут в форме дауншифтеров и в нашем повседневном мире. Но у нас здесь таких много достаточно. Вот ВОО-кактивный, классический дауншифтер. Он живет здесь, в Петербурге, и ведет себя совершенно нормально. Я так понимаю, Лоша тоже в насыщении конкурентов сверхперспектив и... Профессиональный доншифтер. Ради свободы. Лично. Ну, может быть. Безусловно, я такой образ жизни часто много прижду. У нас очень много примеров. Смотрите, что здесь является интересным и забавным. Мы все понимаем, что люди не работают ради денег. Это странно. Подавляющее множество, ради денег не работают. Действительно, бывают ситуации, любимая марсовская ситуация, Василия, где люди не заставляют работать. Потому что иначе они могут от голода. Иначе кто-то, кто-то будет. Вот такая ситуация есть. Как только они зарабатывают какие-то минимальные деньги, дальше они не готовы зарабатывать деньги дополнительные. И вместо этого они отказываются от каких-либо перспектив, и то, опять, лучше сэкономить больше свободного времени. Даже когда в этом процессе их компетенции являются критическими и очень важными ресурсов, в которых они живут. Например, врача. Человек, который отказывается от помощи своим собственным больным, когда понимает, что денег, которые у них есть, достаточно люди ради спокойной жизни в Таиланде. И в Таиланде эти русские там живут все-таки тысячи. На Западе это тоже очень распространено. Но оно введет в так называемую микрозанятость. Микрозанятость, когда человек специально устраивается на полставки, или даже на меньшее количество, и работает, скажем, на полставки. Всего 4 часа в день. Вот у меня и знакомые в Австралии, они работают, у каждого устройства на полставки. Они там проживут в Австралии. Этих денег им хватает. Какая здесь российская специфика? А российская специфика, она состоит в том, что русским, в совкованных смысле, потребности были очень небольшими. И в нынешней своей действительности, в крупных городах, очень многие русские эти потребности без труда удовлетворяют. Им больше не надо. У западного человека потребности больше. А у русских они бывают частными вниманиями. Поэтому есть специальный дауншифтинг алкоголический. Когда человек отказывается в мелких городах даже работать, и живет буквально на подноженной комнате, на пенсии своих родителей. Ну вот такой бывает дауншифтинг. И это, когда говорят, что у нас большое количество людей нигде не работают, они же не стоят по оттуда, говорят, что они типа самозанятые. Это нифига они не самозанятые. Они вот именно дауншифтеры в таком великолепном обстоятельстве. Они как-то красиво самозанятые, имеется в виду само собой. А, само собой, да. Иногда собирают, действительно иногда собирают. Грибы летом, иногда собирают ягоды. Но это носит у нас в провинции массовый характер. Лишь бы нигде, никогда, ни почему. То есть проблема дауншифтеров в том, что они хотят отказаться от зависимости, да, зависимости от работы, от места пребывания, ради свободы. Да. Те самые вот намады, да, вот мы обсуждали, да, которые вот как бы в данном случае имеют тут просто специфический вид. Но ты намады говорил, как о неких странниках, и не говорим, что они как странни. Да нет, ну можно же намад как кочевника обсуждать в различных смыслах. Почему обязательно надо придавать им конкретно? Например, люди раз в четыре года, у нас выбор на сезон, люди зарабатывают денег на выбор, и четыре года потом непременно путешествуют. Не, ну, понятное дело, что на жизнь надо зарабатывать, а одно другому не мешает наматывать тоже, это же не просто на хлебник, да. Ну вот я просто видел, как ни странно это смешно звучит, статью Ксении Собчак. Ксения Собчак написала где-то в основном, по-моему, статью, что она очень возмущена таким характером, решила заняться бизнесом. И им нужны то ли дизайнеры, то ли еще кто-то были. И она собиралась взять их на ставку. А они не идут. Говорят, да, заплату, которую вы нам приглашаете, она очень большая, но свобода у нас. Работать каждый день, приходить на работу в 9-10 утра, зачем нам это нужно? И она тут вошла в выражение. На западе люди не такие. На западе люди, которые работают, чтобы жить лучше. Но ведь когда мы обратим внимание, что значит работать, чтобы быть лучше, мы увидим, что либо ты живешь, что тебе не хватает на насущное необходимое, либо ты деньги, которые зарабатываешь сверх, общество тебя заставит тратить на то, от чего можно отказаться. Ну, например, обычная машина БМВ ничем отличается от другой машины, что ничем. Но общество заставит тебя потратить на деньги? Ну, потратили на БМВ, потому что это ситуация статуса. Это что-либо еще. Или просто на некую фигню напомню. Вот так и такая будет. Прямая зависимость от общества. Получается, сколько ты не заработал, тебя заставят, тебя будут заставлять тратить то, что ты зарабатываешь. То есть ты зарабатываешь не в своем удовольствии, не для себя. Да, да, да. И поэтому часто можно понять и до доуншифтера в этом смысле. Они отказываются в первый раз от этого самого навеса, от некой дополнительной нагрузки. И сейчас те, которые высокая безработица на Западе, во многом она будет устраиваться не тем, что люди не могут найти работу, а именно, потому что достаточно часто. Достаточно пособие. Ну просто есть социальные пособия, да, и они как-то достаточно… Да, социальные пособия и еще чего-то как-то там. А у вас есть другая специфика, что они часто достаточно совсем линейные походы. И в этом как бы есть проблема доуншифтинга, как с этим бороться, как с такими существами быть. Ну вот представляете, вы учите, учите, учите квалифицированного врача, потом он работает, и вы его пытаетесь дальше замотивировать высокой зарплатой. А он не мотивируется ей никак. Вместе с того, чтобы… Если ты ему положил зарплату 100 тысяч рублей, он будет ходить на полдня на 50 тысяч. Вот в чем дело. Ты ему положил 200 тысяч, да он будет ходить на четверо. Проблема, возможно, связана с тем, что человек отказывается от обязательств перед обществом. Уходя в там шрифт. Да. Но ты обывайте вниманию, что в современном патриотическом шрифте он считается индивидуалистическим, что у него таких обязательств перед обществом нет. Все, что нужно. Он же врач, он же должен работать на врач. Он врач. Он должен работать. Ты выучился на врача, должен быть врачом. Офис потребует. Такого нет. Я в свое время такого человека встретил, когда у нас был офис на английской набережной. Он прослялся как член-корреспондент Академии Нового. Выяснилось ближе потом, когда я спросил, он оказался генералом, куривающим науку в поздний брежневский и адопатский период. Генерал КГБ. Он был уже таким мелким алкоголиком. Он приходил к нашим шефам, то есть руководствам. И он мне честно приходил, втирал. Тебя выучило общество. А ты физик. Ты должен заниматься этим физиком. Как ты сможешь куда-то уйти. Какие, может быть, машинки, девочки. И всякое зарабатывание здесь в подвале каких-то денег. На какого ты права имеешь. И это, КГБ, генералы и все остальные, говорить о таком должном очень готово. Но парадигма центральная у нас в обществе другая. Парадигма у нас очень простая. Я что-то работаю, за это мне платят деньги. Ну да. Не важно, что ты врач, не важно, что ты кто-то. Важно, сколько денег ты зарабатываешь. Нет, это немножко разные вещи. А сколько ты зарабатываешь, это понятно. Вопрос только в том, что если ты родился, то ты должен быть кем-то. Общество заставляет тебя быть кем-то. Да, не важно. Когда ты уходишь в дауншифтинг, ты отказываешь от этого требования и говоришь, я не хочу быть тем, кем вы меня хотите считать. Я хочу быть тем, кем я хочу. Можно вопрос? Что такое дауншифтинг? Определите меня, пожалуйста. Дауншифтинг, даун, то есть это мисс. Человек, который отказывается от собственной карьеры и развития. Начинает вести спокойный образ жизни на низших, более низших, чем мы там положим, на социальных этажах лестницы. Можно мне сказать? Да. Я в свое время читал огромную статью в каком-то изможно-журнале. Там приводилось много примеров. Я думаю, доуншифтинг, когда люди были там менеджерами, еще кем-то, и потом один ушел в пожарники, например. Все бросил и ушел с работы, стал пожарником. Другой съездил куда-то, да, там что-то увидел и уж уехал там жить куда-то и стал клангистом. Много разных примеров приводилось. Вот. И сам я столкнулся с парнем. Он работал сначала в Газпроме, потом еще в какой-то компании на должности какого-то крупного менеджера. Он достаточно, то есть не топ, да, но среднее звено. Вот. И как бы работа у него была достаточно активная и достаточно много времени он на нее тратил. Он рассказывал, как он приходил. То есть у него подалось, что он должен только поесть дома. Все ничего не делал, он уже стал стерл. Вот. Но зато вот активный он там был таким, не знаю, принимал решение что-то делать. Это влиял даже на стратегическое развитие этих компаний, да, то есть занимался планированием. Вот. И в какой-то момент он понял, что как бы, ну что он не удовлетворен для работы и тем положением, в котором он находится, и тем состоянием, в котором он находится. И он просто уволился. Ну, наверное, без цели. В никуда. Ну, просто в никуда, да. Ну, он как бы, там, у него до этого был крупный проект, он дарил кучу денег. То есть думаю, что, может быть, он хотел вернуться потом, да. Ну, просто какое-то время отдохнуть и взять таймаут, потому что, ну, слишком большой тренажей. Вот. И он уехал, жил на море, там, в Вьетнаме, тусовался просто так на берегу и в какой-то момент, там, познакомился с катерами. И это его так заинтересовало, что он, значит, сам научился кататься. Потом, ну, как человек, привыкший работать, работать много и хорошо, он, ну, и, как бы, владеющий языками, соответственно, странами, да. Он получил лицензии соответствующие, да, да. В какой-то момент он был единственный лицензированный инструктор по кайту из всех россиян вообще существующих. Ну, почти есть мировая, да, какая-то там лицензионная система, как и в дайвинге, тоже так же, и в кайтсерке. Потому что опасный спорт. Люди, которые тренируют, должны отдавать себе отчет, что могут быть какие-то коллапсы. Они должны, по крайней мере, как-то уметь это делать. Вот. И он переквалифицировался и, как опять же менеджер, да, в конце концов создал какую-то свою структуру в Египте уже. То есть вот, пожалуйста, такой пример, если это можно сделать. Ну, как проковая история показывает о том, что Дон Шифер установят те, у кого есть необходимый запас, ну, грубо говоря, денег. Конечно. То есть они заработали денег и дальше уже понимают, что все. То есть большее количество денег не приведет к изменению, к изменению жизненного там чего-то, да. Экономические, конечно. Так вы просто не сможете их так потратить, столько потратить. Тогда у тебя методы экономического принуждения перестают работать. Если ты умираешь от голода, у тебя метод экономического принуждения можно оставить работать. А если они перестают работать, эти методы, то перестаешь работать и ты. Вот такая забавная вещь. А я считаю, что здесь много причин, на самом деле. И люди, которые по какой-либо причине оставляют свою карьеру, работу и становятся, уходят по ногу никуда и занимаются там какой-то совсем другой простой мелкой работы. Или это может быть много причин? Ну, например. Нет, причин это может быть много. И первое из них, наверное, да, это все же неудовлетворенности и местом, где сейчас находится. Это да. Но я думаю, что в реале этот топ-менеджер ушел, если у него не было за спиной счета в банке. А мы не знаем. Мы же этого не знаем правильно. Ушел потому, что у них есть денежный запас какой-то, на который они могут жить. Ну, конечно, это да. Если нет запаса, то люди не уходят до ушифтера. Да, но вот проблема состоит, что ты уезжаешь до ушифтера. Это значит, что ушел ничего не делать? Иногда да. Иногда делать, никогда ничего не делал. А может уже на какое-то простое занятие. То есть ты был в этом доме, когда уезжаешь? Ты был, например, врачом, но попал, потому что родители захотели, чтобы ты был врачом. Или ты там, они у тебя были врачами всегда, или мама там. Да, дают квартиру. То есть у них 10 тысяч, которые у тебя были. Да, послушай меня, пожалуйста. Вова. Я же тебя не привел. И как бы человек просто не совместен. Отучился, как я, например. Я попал в свой институт совершенно случайно. У меня просто был год до армии, и я туда поступил. А потом получилось так, что там сделали военную кафедру, и уже как бы... Как бы уже год отучился, военная кафедра, в армию идти не надо, и бла-бла-бла. И вот я стал инженером. Но я инженером не работал ни дня. Это можно назвать домшекином? Нет. Вот. Понимаешь, я сразу не встал. А человек мог, да, работать врачом какое-то время. Прежде чем он осознал, что, блин, нет. Ты не врач. Я не говорю про причины. А я говорю про причины, Вова. Это здесь дело не в деньгах, которые он скопил. И которые у него лежат, и он думает, дай-ка я ничего не буду делать. Нет, ни в коем случае. Я не говорю про это. Вы что, как правильно? Не перебивай меня. Ты устроишь и перебиваешь. И закончу, и ты продолжишь, потом спокойно. Вот. И основная причина в том, что человек как бы не на своем месте. Он делает не то, что он хочет делать. Вот и та статья, про которую он говорил в начале, она тоже была об этом. Что люди как бы там, они просто занимаются не тем делом, которое им как бы, в которое их впирают. Например, да, хорошо сидеть менеджером, получать большую там зарплату, да, но ты смотришь там на свой тот самый, и думаешь, что даже будет воскресенье там полета и попрыгать. Правильно? Я, например, знал одного, ну, перечислять, я знаю много людей, потому что я много времени провел там где-то в моря, да, на островах и так далее, да. И вот этих дауншифтеров я видел много. Людей, которые уходили с работы как бы в никуда, а потом, ну, чем-то там начинали делать, потому что невозможно, чем делать, наверное, было иногда. Я видел людей, которые там, этот один стал, например, этим самым, как раз инструктором по скайдайвингу. Ну вот, и более того, там, познакомился с кем-то там на Маврикии, пробил свой аэродром, то есть, купил там, взял три лип, купил самолеты, вот мы у них там прыгали. Вот на Маврикии очень прикольно, то есть, все это я узнал год назад, он как бы сломал позвоночник, вот этот мужик, в этом он прыгал. Тоже он где-то работал, там, в Вене, по-моему, он говорил, или еще где-то там, в Германии или в Австрии. В Австрии? Нет, 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 в Австрии, если немец. И вот он ушел, уже стал, то самое. Таких-то тоже полно, на самом деле. У меня был один знакомый, у него, между прочим, он жил на зарплату, он был регустатором кофе, работал на крупную какую-то компанию, которая расположена в Германии, ну и, соответственно, плантации там и закупки кофе у них по всему миру. Ну вот, и он вместе с нами приезжал, и мы вместе там в клубе Мистерали катались на инсерфинге. У него жена и двое детей немцы, да, они живут на зарплату. То есть он просто дегустатор, то есть он не этот самый, не менеджер, не там, не что-то еще, он просто наемный специалист. И вот он катался-катался, и в какой-то момент он понял, что да, ему кофе очень нравится, и работа интересная, есть по миру, но хочет он кататься на инсерфинге. И он оставил все. И семью тоже? Нет, семью он взял с собой, но тем не менее, то есть это уже какой-то этот самый, да, и уехал по этот самый, и стал инструктором где-то там по инсерфингу. В данном случае, я думаю, это не совсем наундшифинге, это, скорее всего, смена деятельности. Это смена деятельности, но тем не менее, понимаешь, это как бы для него, человека, немца, да, с двумя детьми и так далее, уход практически в никуда, потому что он инструктор там по инсерфингу, да. Потом я знал другого человека, который, то есть инструктор по инсерфингу, ну и, например, у меня там еще один товарищ был, когда я с ним познакомился, он был уже менеджером одной из, значит, станций, да, компании Мистерали. Ну, то есть какая-то должность какая-нибудь, начальник одной из станций, да. Начал он с того, что он был, он закончил, учился, закончил, работал тоже в крупной страховой компании, не страховой компании, которые людей страхуют, да, компании, которые страхуют в страховой компании. Логи. Да? Логи. Да. Вот, и тоже, и у него было это самое хобби, он катался на инсерфинге, то есть он там зарабатывал, у него было все хорошо, и он оттуда ушел, как бы, простым инструктором по инсерфингу. Чтобы вы понимали, да, ну, ты же инструктор по парашютному спорту, это же не такая профессия, что там, ты знаешь, что у тебя зарплата гарантированная, там, и так далее, и так далее. Ты просто сейчас инструктор тут, потом ты инструктор там, и там есть люди, нет людей. То есть, как бы, смена не совсем, я бы сказал так, все-таки смена неоднозначна, и по зарплате, и по всему. Можно, это можно. И просто люди меняли там профессию. Можно ли назвать алкоголика дауншифтером? Наверное, нет. Наверное, нет. Ну, надо смотреть конкретно. Ну, согласен, здесь каждый конкретный случай надо рассматривать. Бывают люди вот так живут, они действительно любят лес, грибы, что-либо еще, поэтому не являются алкоголиками, то есть являются типичными дауншифтерами. Это ситуацию экономическую. То есть, мы имеем с этим массовым дауншифтингом принципиальную экономическую ситуацию, когда дополнительное финансирование перестает работу. То есть, для людей это важно не деньги. Да, ты даешь больше денег, они вместо этого... И даже не власть, и не деньги. Они, ну, свою собственную самореализацию. Да, не социальный статус, допустим, покупка там айфона или чего-либо еще, ну, что их пытаются постоянно рекламу отвести. Или блондайк, мне это... Больше меня удивляет, что вы этому удивляетесь. Это же как раз нормально. На самом деле, человек только потому, под спудом, так сказать, необходимости существует и готов мириться с несвободой только потому, что иначе он просто не выживет. И как только создаются условия, когда он уже может выжить, и ничего не грозит его жизни, да, и, в принципе, какие-то необходимые потребности ему обеспечены, он просто идет и живет согласно тому, как ему хочется, то есть выбирает свободу. Прекрасно. Встречный вопрос. А при каких условиях ты выбрал свободу? Вот лично ты тоже уже что-то имеешь? У тебя все обеспечено? То есть ты типичный потенциальный дауншифтер? Нет. Да. Вопрос еще... Тут вот в чем вопрос еще состоит. Вопрос состоит то, что, как я понимаю вопрос, как я понимаю проблему, это все-таки индивидуалистический подход, да, это продолжение той самой индивидуалистической логики, где вот человек является суверенным государством, как об этом говорит Зиновьев, да, что мне не нужен никто, да, то есть мне не интересует, как там вот люди жить там. Да, да, да. Меня интересует только вот я сам, да, вот какие-то мои интересы, потребности, моя личная свобода. Да, да, да. Дело в том, что вот лично я просто не являюсь таким человеком, который всегда все свои поступки оценивает только исходя из собственных интересов, исходя из собственных потребностей. Я всегда понимаю, например, что у меня есть ответственность перед людьми, которые меня окружают. Это не касается только родственников, это принципы многих людей касается. Я поэтому так просто уйти не могу. И, а если говорить еще как бы расширяю немного проблему, то ведь мы же можем вспомнить отшельничество, да, монашество, ведь на самом деле это же явление, оно ведь опять же имеет тот же самый корень. Почему люди уходят в монашество? Понятно, что есть религиозная подоплека, это все понятно. Я думаю, что прямо противоположное. То есть, вроде бы они тоже куда-то уходят, но совсем другой мотив, чем уже. Нет, я понимаю, что может быть у некоторых, кто уходит в монашество, другой мотив. Но если вдуматься, на самом деле, люди хотят просто уйти куда-нибудь там, где они бы чувствовали себя свободно. Понимаешь? Я думаю, что оншельник или монах уходит в дальний скейт не для того, чтобы почувствовать себя свободным. Смотри, что такое почувствовать себя свободным? Это означает, что человек живет в каком-то тесном мире, там, да, вот цивилизация. Он как бы замкнут, стиснут со всех сторон. И чтобы почувствовать свободу, ему надо от этой цивилизации уйти. А в данном случае, вот, это сейчас в современном обществе возникла такая возможность, что можно уйти там на Гуа, там, куда-то там, где-то еще на какие-то острова и там тусоваться. А раньше общество было более, как бы, такое, консервативное. И уйти можно было только в пустыне. Понимаешь, то есть уйти можно было в какой-то волшебной пещеру, в монастырь. Просто есть такое понятие, как уйти. Если вспомните это Толстого, ведь Толстой в конце жизни хотел куда-то уйти. Вот спросите его, старик, умирающий, да, как бы, больной, куда ты уходишь? Просто вот это вот уйти, это и означает стать свободным, понимаешь? Разорвать все эти связи, разорвать все эти путы, вот, необходимости, да, связывающиеся. Уйти, чтобы со стороны посмотреть, и, наконец, оценить, как ты живешь. Что для тебя существует и важно. Я со стороны. Конечно. Я тоже в обществе полагаю. А не отшей, не кто-либо еще, это не дауншифлер. Не дауншифлер. Пускай это не дауншифлер, но это явление рядом находится. Вот, может, дополнение. Отшельником раньше, ты не мог стать просто так. Человек уходил не в отшельники, а в монахи. Монах – это труд. То есть, это человек выбрал работу определенного рода. И потом, по благословению особо мог войти в отшельники. То есть, это, как бы, типа, менеджер старшего генератора. Понятное дело, что, когда все это заорганизовали, общество же любит, везде все организовывалось. И когда оно сунулось и сюда, все заорганизовалось. Настоящая изначальная монастырь… Уйти, да. Подожди. Это неправильно. Это тот самый случай, как об этом Игорь говорит. Это для того, чтобы и этих людей использовать, чтобы и с этими людьми что-то можно сделать. Ты говоришь неправильно. Это ошибка. По поводу общества, это действительно, что люди, находясь в обществе, они не видят ни себя со стороны, ни общество целиком со стороны. Уходя в дауншифте, он, в некотором смысле, начинает смотреть на общество и на окружающий мир со стороны. И видит его уже по-другому. Он уходит из тех отношений, которые его закабаляют в обществе. А он сразу, что ли, уходит в лес? Нет. Ты говоришь о таких людях, которые сами по себе куда-то уходили, это скорее не отшельники, которые шли ради какого-то молитвенного подвига. Это скорее просто таких… Было много среди крестьян, которые уходили куда-то подальше, когда еще не было крепостного права, уходили куда-нибудь подальше, чтобы распахать землю, никому не платить налог. Я говорю, явление ухода бывает разное, конечно. И просто удивляться тому, что люди сейчас куда-то уходят точно так же… Я не вижу… Не вижу только ошельничество религиозное… В общем, это только религиозное ошельничество. Разное ошельничество. Вот, мы поняли. Разное ошельничество. Я считаю, что в Даван Шуфинге это может быть и полезное явление. Почему? Потому что, например, человек явно не на своем месте, допустим. Или там, например, слишком большое, слишком много на себя взвалил обязательства. Или давление общества на него слишком большое по какой-либо причине. Или там, работа, которую он на себя взял, слишком тяжелая для него. При решении принимает он или он. Подожди, неважно. Он принял решение, допустим. Человек попав под пресс каких-либо обстоятельств, неважно каких. Он, допустим, не выдерживает или принимает решение, что да, типа меня убивает, я ухожу. И берет паузу. В этом случае Даван Шуфинг, я думаю, даже полезное явление. Но это не Даван Шуфинг. А что же это? Когда тебя вынуждают уйти. Это не вынуждение у меня. У человека все хорошо, он врач, он работает, его все хорошо. С чего ты взял, что у него все хорошо, брат? С чего ты взял, что у него все хорошо? Ну, мы понимаем дауншифтинг именно в таком ракурсе, что у человека, в принципе, есть зарплата, есть работа. Это ты понимаешь, что у него все хорошо. А когда он уходит в дауншифтинг, ну, он что-то меня обстоит. Ты сразу выделяешь какой-то кусок. Потому что там это явление, это когда человек. Я в отпуске. Ребят, давайте не обсуждать, что за явление это, попытаться непонять. Даже если это понимание будет неправильное, но… Мы идем к явлениям, мы сможем о нем рассуждать вообще. Нет, мы понимаем, что такое как бы… Ну, ты понимаешь, что свое, я свое. Нет. Мы все понимаем, что люди почему-то бросают это цивилизованное как бы комфортное свое положение и выбирают нечто иное. Скажем так, дикое, не цивилизованное, какое-то там беспорядочное. Почему они выбирают сейчас очень даже цивилизованное и порядочное. Типа Га и Таиланд. Просто дешево. Почему люди живут на… Как Манду. Живут в шалашике, вместо того, чтобы жить во дворце, есть из золотых тарелок, летать на самолетах, покупать себе айфоны и айпад и так далее. Да, ему это не нужно. Хотя он мог себе это позволить. Ты живешь когда-нибудь на Маргарите? Нет. Например. Маргарита что такое? Это остров, пронежь Теннисуэля. Неросложный далеко от экватора. Недалеко от Канарских островов. Не Канарских, а Карибских островов. Карибское море, да? Живешь в палатке. Я об этом и говорю. В принципе ничего не надо. Я понимаю, я про это и говорю. По большому счету ты перестаешь быть. Куча людей, кто не хочет уходить из общества, имеют дачи, куда уезжают, на долгое время и там живут. Ты даже можешь уехать. Так что ешь на ГАА, ты имеешь вручную. Я понимаю. Я хищну за 1 евро. Я говорю к тому, что человек обладает, грубо говоря, запускающей космической коронавирусой. Становится человеком, которому достаточно воздуху и света. И больше ничего не делал. Чем отличается цивилизация? Чем отличается цивилизация от прозябания в шалаше на 1 евро и поедая фрукты? Чем отличается? А тем, что цивилизация – это приобщение к некому целому, в котором происходит культурно-цивилизованная жизнь, театры, наука, искусство, общение с многими людьми, какие-то новости городские. Об этом ли идет? Я так понимаю, дауншифтинг-то. Понятное дело, что это бывает в моем варианте. Мы-то зачем? Не отказываешься, живешь здесь. Давайте подумаем, почему мы вообще в города-то сбились, люди? Почему? Почему сейчас есть обратный отток из городов? Это просто мы сбились в силу необходимости, для того, чтобы выгодно было в городах быть. По всех причинам. И в смысле зарабатывания, и в смысле общения, в смысле культуры. Я хочу еще заметить, что один из аспектов отоуншифтинга, как ни скромно, это отказ от имения детей в большом количестве. То есть, как это, baby free, да, называется? Чарльфри, это тоже один из таких аспектов. Вместо того, чтобы потом держать, подмывать, кормить и так далее, люди просто отказываются от имения. Отказываются от имени как таковой, потому что занимаются там ничего не обязывающими, связями на полгода, с такой же планшифтинговой чмо, как они сами. Мне кажется, может быть, еще причиной этой явления в том, что повседневная жизнь, она достаточно скучная и однообразная. Если в мире, как бы, если ее самому не организовать, по сути дела, ну, если есть просто какая-то однообразная работа, ну, она не интересна. Если ты можешь, допустим, еще заниматься при этом неким творчеством, которое тебя захватывает. Это одно, это, да, это, так сказать, очень яркую струю в твою жизнь вносят. Или какое-то, есть очень, ну, не знаю, не обязательно творчество это может быть, какое-то сильное хобби какое-то, которое действительно очень тебя, так сказать, влечет, очень, так сказать, удовлетворяет. Когда ты можешь и в этой повседневной рутине, как бы, в свою жизнь так полностью… А ты сейчас думаешь, что там где-нибудь на Гуа, купаюсь и поедай фрукты, это не рутина будет? Та же самая рутина. Нет, но дело в том, что может быть… От себя-то самого-то не избавиться, если ты не умеешь здесь и самого себя заинтересовать. Правильно. Сейчас, я это просто договорюсь сейчас. Я думаю, полно таких людей, которые, убежав куда-нибудь на Гаа, так сказать, через некоторое время, так сказать, бегут куда-нибудь там обратно в цивилизацию или там меняют место снова, так сказать, своего пребывания там и так мечется туда-сюда. Хорошо. А можно такую зарисовку? Например, я знаю в этом самом… Евреи, где живут? В Израиле. В Израиле после того, как человек заканчивает школу, да? И перед тем, как бы спать в университет или не выступать, где там города будет. У них, как бы, есть год официально, когда они могут просто везде ездить там и так далее. И Полька в государстве помогаешь. Я таких встречал просто. Ребята из Израиля. А это все, это Кахасибы? Слушай, я не видел на них кепочек, шляпы и так далее. То есть все, да. Вот ты отучился в школе и можешь, пожалуйста, ехать. И таких много вот они путешествуют. То есть, как тайм-аут. Это тоже получается, типа, light downshifting. То есть, ты вот чем-то учился, тебе надо дальше. Но даже государство, как бы, дает им год, все, давай какие-то того. И за этот год люди, ну так, пересматривают себя, да, отрываясь от, как бы, рутины, как ты правильно сказал. И смотрят на себя, может быть, даже путешествуют по миру. Смотрят на себя с какой-то другой стороны и потом уже решают для себя, кем они будут и чем они будут заниматься. Ну, что тут да. Потом все в армии. Не важно. Главное, что государство даже официально тебе дает шанс вот пошляться по миру и посмотреть. И ничего не делать, да, тебя обеспечивать деньгами, чтобы ты мог увидеть, что ты хочешь делать и выбрать тебя специально, чтобы потом, наверное, когда ты уже отучился, стал, допустим, врачом, да, чтобы это было твое сознательное решение. И потом, когда ты уже стал более-менее зрелым врачом, вдруг понял, что всю жизнь занимался какой-то хернёй не своей. А мечтал разводить бабочек. Это еще специфика Израиля, потому что там, мне кажется, достаточно много, так сказать, денег на душу населения. Совершенно верно. Я думаю, что причина и в этом тоже, но они могли бы потратить эти деньги не просто выбросить, правильно? Намного больше, чем у нас сейчас. Давайте попытаемся все-таки по осмыслению. Как бы примеры приводите, их множить и множить. Это понятно, если как-то с психологической стороны заходите. Друг мой, так это обобщение, как бы приведение примеров, это попытка взглянуть на это явление с разных сторон. Я думаю, что это не так. Мне кажется, на самом деле проблема чисто есть в нашей культуре европейской. Такой некоторый роды элемент индивидуализма. И он просто сейчас по нарастающей усиливается, и общество просто распадается на индивидуум. И чем дальше, тем больше. И это, видимо, процесс неостановим. И то, что мы обсуждали, как это намада. Я вот подозреваю, что это, видимо, возможно оссудить по тому, что это доуншифтинг приобретает все больше и больше распространения. Видимо, это ближайшее будущее нашего мира. То есть распад социума? Да, распад социума, да. Но это можно говорить не только в связи с явлением доуншифтинга. Доуншифтинг – это более сложное явление. Социума держится главного возраста палки, потому что не лежать ничего не надо. Да, во многом социум это была вынужденная вещь. То есть люди объединили социум для того, чтобы выживать. А мы достигли сейчас такого уровня развития, как бы, нашей цивилизации, когда уже этого не требуется, да, вот вместе скучно жить. Когда уже, собственно, безопасность, как бы, возможность себя похоронить. Да, не надо уже выживать, да. Уже потом… То есть я… Ведь что выживание – это еще важно? Ведь каждый отдельный член общества, он важен, да, потому что выживает группа, и член группы не может, как бы, уйти из этой группы, потому что он, как бы, нужен для этой группы. Да, и группа… Вот как в семье, да. Тогда семья, например, крестьянская, они недавно много детей рожали, да, для того, чтобы было много работников, чтобы, как бы, мощь там поднять, распахать больше земли и прочее. То есть это, как бы, это некоторая вынужденная мира была. А сейчас, как бы, вот это некоторого рода давление мира природы отступило, и люди расслабились и почувствовали, что они могут наконец-то вот придаться… Заняться собой непосредственно. Ну, придаться своему какому-то желанию, мечтам там. И пусть эти мечты даже, может, глупые, но это даже не важно. Важно то, что вот они почувствовали, что общество их не держит, и, как бы, ничем они обществу не обязаны. Это они так кажутся, конечно, но тем не менее, мне кажется, что во всем, во всех этих явлениях лежит вот такая черта, да. Да, но это, возможно, два аспекта. Можешь мне сказать, да? Первый аспект – это то, что, как бы, да, человек думает, вот, все, у меня это самое, что у меня есть возможность выбора, да, посмотреть, как что, да, определиться там, уйти там от всех и так далее. Второй аспект – это общая политика, я бы сказал, на разъединение общества. Общая политика, как бы, индивидуализация, которую проводит государство, допустим. Да, вообще-то государство – это, он никак это не выгодно, на самом деле, государство. Потому что распад государства – это, значит, невозможность набрать, а… Это не распад государства. Правда? Невозможность. Нет, нет, нет. Вот смотрите, смотрите, это же, как бы, не государство проводит политику, потому что каждым отдельным человеком легче управлять. Например, я знаю, что в прессоветской власти были специальные программы, да, рассчитанные, ну, как бы, специально проводимые для того, чтобы разбить семьи, например. Чтобы, как бы, память о прошлых поколениях убирать, да, то есть, чтобы человек был, как бы, в неком вакууме таком. И тогда, если бы от человека легче собрать, ну, в какую-то другую группу, да, которую ты собираешь, неважно, там, это семья, там, без традиций, там, без всего человека такого, прибить его к чему-то и легче им управлять. То есть, специальное создание его программы. То есть, тебя отразединяли с семьей, лишали тебя твоих прав. Соединяли с другими. И соединяли, да, соединяли те другие организации, которые нужны, как бы, государству тому, которое было, то есть, для управления. Вот и все. То есть, как бы, здесь индивидуализация для государства полезна, а, наоборот, не вредна, дорогой друг. Я так делал еще, просто, тоже, еще один пример, вот такой, будет немного странный. На самом деле, тут еще такая проблема есть, что, если вы обратите внимание на наши улицы, мы везде наблюдаем бомжей, да, и, как бы, вроде, и часто эти бомжи становятся бомжами не потому, что там, их кто-то сделал бомжами, да, там, а не опустились, а часто они сами становятся бомжами по своему желанию. И даже, это были случаи, когда бомжам давали, ну, то есть, место, где жить и устраивали на работу, через какое-то время, они опять возвращали бомжу. Можно это сделать? Можно пример. Подождите, подождите. Сначала я как-то договорю, просто, что я хочу сказать. Это что такое? Суть-то, вопрос, в чем состоит? Что раньше такие люди просто вымирали. Да, вот, в популяции, вот, не было, невозможно было выжить таким вот, мягко говоря, уродом, да. А сейчас просто у нас сейчас так устроено, что эти уроды могут выживать. И, возможно, вот все, что мы наблюдаем, вот эти всякие доуншифтеры, всякие ленивцы, да, которые на берегах лежат, загорают и жрут, там, эти фрукты, да, и не задумываются ни о чем, да, там, ни о том, как общество строено, как мир, и о прочем, да, там, на самом деле, что это просто вот возможность выжить этим уродом. Они просто смогли выжить, да, вот в нашем теперь уже более комфортном обществе. И продолжают жизнь. Раньше это было невозможно. То есть это цивилизованные бомжи. Да, цивилизованные бомжи. Подожди, давай по-другому рассмотрим. Я просто, я такой аспект такой, понимаешь, что… Да, да, но я хотел просто противополнить на вопрос тебе. А что значит, почему уроды? Ну, потому что, на самом деле, у каждого человека есть обязательства перед обществом. Человек не бывает один, да, и общество на него что-то вкладывает… Игорь говорил про то, что дает образование, взращивает его, лечит, да, там, и прочее, и прочее. Дает возможность ему деньги заработать. Ну, не так просто деньги заработает, да, на самом деле мы используем возможности общества. Дороги, которые построены, возможности, там, фирму открыть, счет открыть, и прочее, прочее там. Это возможность продавать, прочее. Мы постоянно, как бы, на самом деле, это всеми путами связаны с обществом. Обязанность и обществу своей жизнью, своим благосостоянием. Седьмая прошла, настало лето, спасибо партии за это. Дело не в этом. Дело на самом деле, если вдуматься, как бы, в самую суть вопроса. Вот если ты… Высадить этого человека в лесу, в тайге, выживет он. Любой, почти любой современный сельсионный человек не выживет. Это как раз показывает на самом деле, что человек… Разные вещи. Ты говоришь о разных вещах. Например, ты тоже такой же Дон Шиптер сдал квартиру на больше чем на год, больше чем на 11 месяцев. Ты, пожалуйста, сейчас заявляешь в налоговую службу и платишь налог с той суммы, за которую ты сдаешь квартиру. Если ты такой член общества и желаешь как бы из общества что-то сказать, но сам, тем не менее, желаешь делать паузу, ты можешь делать так. Я просто совсем о другом немножко говорю. Я просто совсем говорю немножко о другом. Вопрос в следующем состоит. Есть понятие справедливость, да? И она связана с тем, что одним людям дано здоровье, красота, возможности, там, ум, там, умение, там, энергичность и прочее. И они могут себе заработать на жизнь, они могут себя обеспечить и как бы жить где-то на гуа, так сказать, наплевав на всех остальных. Но солидарность с другими людьми, понимаешь, не позволяет иным ответственным людям вот так просто бросить своих братьев, у которых нет здоровья, у которых нет красоты, у которых не могут организовать бизнес, потому что они не энергичные и прочее. То есть, на самом деле, те Тауншифтеры, это просто люди, которые забывают о своих братьях, которые остались здесь, страдают и едва выживают. Можно было бы всем нам, всей страны, уехать туда на гуа, тогда можно было бы из-за зрения совести, там, присказать и ни о чем не думать. Создать там тоже самое. Но когда мы говорим о том, что наши способности и возможности распределяется природа неравномерно, мы должны думать, если я уродился лучше, я должен помочь ближнему, которому не повезло. Все здесь присутствующие с тобой согласны. Просто мы только что говорили о том, что Тауншифтеры разнопланы. Именно поэтому они и уроды, я только об этом не говорю. Хорошо, понятно было, да, спасибо. Но я хочу сказать, что мы только что тут решили, что Тауншифтеры может быть совершенно разнопланы явлением, да? С разными причинами, разными, так сказать, последствиями и разными обстоятельствами, да? И, может быть, не все люди Тауншифтеры, да? Ну, такие. Я жил на Марата, в центре города, на площадке жил Сергей по кличке Марчелло, и он иногда просил у меня спички и всякую другую, но жил на площадке в 90-е годы, начало 90-х годов. Он был профессор, не помню уже где, он был профессор, и у него была склонность к бомжеванию. И он периодически, значит, уходил бомжевать. Ну, жена его находила, забирала, и, ну, опять возвращала, то есть, он там побухивал, а жена его возвращала к жизни. Он опять шел преподавал, то ли в университете, то ли где-то еще, вот я просто не помню, да? И тут жена попала под машину и, ну, и, собственно, в больницу. Ну, и куда делся? Серега? Вот, если вы понимали, это дядька, который лет 50 с чем-то, такой взрослый. Куда он пошел? Он пошел на, по-моему, то ли Некрасовский, то ли еще какой-то рынок. И там подрабатывал грузчиком, вот, и, или вот на колокольнике, как там, ну, на этой самой, вот, руководил Владимирскому городу, какой-то там, Владимирский? Ну, да, Кузнечный. Кузнечный рынок, да. Вот, и подрабатывал там грузчиком, и, как бы, вот, а жил на площадке у меня, а у него квартира, извините, на Невском проспекте, здоровенно, окна, я там не знаю. Ну, очень, короче, так вот, всем обеспеченный человек. Но вот у него такая вот странная склонность. Может он больной был? Нет, просто сам факт состоит в том, что, возможно, у нас биологически есть некая, скажем так, у популяции есть какая-то часть людей, у которых биологически есть склонность, это бродяжничество. Просто склонность. И, может быть, она выгодна с точки зрения как-то биологического. Склонность бродяжки, не знаю. Например, вспомните, вот, коты бывают, они, бывает, перебиваются к одному месту, а бывают, уходят на огромное расстояние. Зачем-то? Зачем-то блуждают. Любовь еще. Нет, ну, не только любовь. Собаки точно так же бывают блуждают. То есть, возможно, у нас в популяции тоже это важно, да, это как вот функция разведывания, да, она когда-то была очень важна, когда мы жили стадами, да, что кто-то уходил, разведал какие-то новые места, потом приходил и говорю, а вот там лучше, пойдемте туда. Например. А теперь она просто перестала быть нужной, но, тем не менее, она сохранилась у нас, да, и кто-то вот, многие отдельные люди в популяции просто как бы вспоминают это, им просто нравится вот где-то бродить, какую-то непонятную, беспорядочную жизнь вести, как бы не связанную рамками вот социальных как бы приличий, каких-то рамок, там, мать, и прочего. Дайте какое-то краткое резюме. Да и краткое фашистское резюме. Да и краткое фашистское резюме. Ну, у меня не фашистское. Я с большим уважением отношусь к Дауншифтерам. Дауншифтерам, в отличие от Булата, я полагаю, что это соль земли. Вот. И я считаю, что социум, связанный, основанное насилие, и государство, как и государство, обязанное насилие, обязанного спасся, он будет распадаться. То есть все-таки на магической цивилизации, да? То есть в которой не будет каких-то границ? Да, да, да. Вот она будет. Вот такая она будет. Это наш будет. По свидетельности, дауншифтинг вот такой, станет базовая социальная практика, я даже утверждаю. В настоящем будущем. Уже достаточно скоро. Ну, мы несколько раз на аномадов заходим с разных сторон. Да. На понятие аномад с разных сторон. 10-20, через 10-20 лет. Ну, вот такая точка зрения. Я вижу, что в сегодняшнем году все с этим сталкивались. Большинство здесь присутствующих в той или иной мере ведет жизнь Дауншифтера. Да, у нас тут на 6 человек. На роду один ребенок всего лишь. Если в основном сроки 23 года. Ну, вот так далее. Вот так. Все. Иду раней на protein. соответствующих литвов И Kawar На На